Доброе утро! Страна продолжается прямой эфир нашей программы в этой студии Тео и Ольга Рыжикова. Мы к вам с важными новостями. Дело в том, что на следующих выходных любой житель страны может присоединиться к грандиозной акции, которую поддерживают жители Евросоюза и жители нашей страны в рамках ежегодного велопробега ради женщин под слоганом «Быстрее, чем рак». Именно об этом мы сегодня поговорим с гостями в нашей студии. Рады вам представить. Детали предстоящего события знают директор общественного центра поддержки онкопациентов во имя жизни Ирина Жихар и ведущий научный сотрудник лаборатории онкогинекологии хирургического отдела РНПЦ имени Александрова Ольга Матылевич. Доброе утро! Ну что ж, давайте расскажем нашим телезрителям, что за велопробег ради женщин. Инициаторами и организаторами данного велопробега явились наши коллеги. Гинекологические онкологии страны Западной Европы, в частности Австрии. Этот велопробег был инициирован в 2014 году и с тех пор проводится ежегодно в странах Западной Европы, в том числе прошел и в Турции. В этом году данное мероприятие, которое является некоммерческим, планируется проведение в Беларуси и, в частности, в городе Минске. Целью данного мероприятия является привлечение общественного внимания и внимания самих женщин к проблемам женского здоровья. Ну, участники велопробега 8-го числа уже будут находиться в Минске. И как будет проходить акция? Что будет интереснее? Ну, я бы даже хотела еще седьмого, да? Расскажите, пожалуйста, как они будут переспять границу. Ну, в Минске. На велосипедах. На велосипедах, вот. И они будут ехать от границы вместе с... ну, по всем правилам это организовано, и любой желающий может присоединиться уже седьмого. Через литовскую границу, да, они будут пересекать? Да, 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 потому что маршрут вообще начинается в Таллине 2 июля, да, и закончится, по-моему, 16 июля в Вене. И вот все вот эти страны, они будут пересекать именно через границу, и к ним можно присоединиться на любом этапе. Но основное мероприятие, конечно, будет в Минске. Они седьмого приедут в Минск, уже, ну, их будут встречать, принимать, немножечко знакомиться со страной. А восьмого уже будет основное мероприятие. Вот давайте поговорим как раз-таки о программе 8-го числа. Здесь, наверное, проще всего присоединиться нашим телезрителям, и неважно, есть велосипед или нету. Самое главное желание, да, и готовность поддержать вот эту вот добрую акцию. Что пройдет в рамках дня восьмого? С 9.30 можно будет подъехать уже к национальной библиотеке на своем велосипеде для того, чтобы в 10.30 стартовать именно от национальной библиотеки по согласованному маршруту до Дворца спорта. Ну, предположительно, где-то это около часа займет поездка, которую, конечно, будут возглавлять организаторы мероприятия, участники, ну и, конечно, европейские коллеги наших врачей. И когда все соберутся уже возле Дворца спорта, то состоится такой праздничный концерт с выступлением в том числе врачей, онкопациентов и наших белорусских артистов во время этого концерта будет работать. Вот первый раз тоже мы пробуем это. Я очень благодарна организаторам, что они поддержали нашу идею, ярмарка, продажа изделий, сделанных руками онкопациентов. К сожалению, когда женщина заболевает, особенно генитальным раком или раком молочной железы, это часто связано с потерей в том числе и работы. И чтобы как-то поддержать, вот мы затеваем такую небольшую ярмарку продажи. Вы знаете, оказалось самое сложное, чтобы онкопациенты согласились, ремесленники, продать свои изделия, потому что онкопациенту очень сложно женщине выйти и сказать, да, я перенесла, я вот... Но, тем не менее, это состоится, это впервые, и будем надеяться, что это будет очень положительный опыт. Ну, а к велопробегу можно присоединиться без каких-либо регистраций? Зарегистрироваться можно. Дело в том, что акцию поддерживают разные журналисты, и сегодня очень много авторских материалов уже стало появляться, и организаторы предоставляют в журналистские материалы ссылку на регистрацию. Поэтому достаточно загуглить велопробег ради женщин, да, быстрее, чем рак, или Right for Women, и вы увидите в Минске любой материал, который вам первым попадется, вы там можете зарегистрироваться. Да. Ольга, ну и к вам, пожалуй, последний будет вопрос на сегодня. Вот слоган мероприятия «Быстрее, чем рак». Как каждому из нас, каждой из нас оказаться быстрее? Безусловно, рак можно победить и быть быстрее, чем рак. Вот вы только вдумайтесь, Ольга, что каждые 2 минуты, каждые 2 дня в такой маленькой стране, как Беларусь, заболевает 5 пациенток раком, например, шейки матки. Каждый день одна пациентка умирает от рака шейки матки. А статистика свидетельствует о том, что 4 из 5 женщин мы можем спасти, не позволив им заболеть раком шейки матки. Как это можно сделать? Не просто сидеть на диване, а это целая комплексная программа первичной и вторичной профилактики рака шейки матки. Это и ВПЧ-вакцинация женщин, потому что это единственный рак, один из немногих раков, у которого установлена этиологическая природа, как вирус папиллома человека. Это вакцинация женщин, девочек до периода полового дебюта, а уже у женщин постарше в целевой группе. Это скрининг, который сегодня широкими темпами идет в Республике Беларусь. И возможности первичного скрининга есть как ВПЧ-скрининга, так и цитологического скрининга. Поэтому мы приглашаем наших женщин проходить скрининг рака шейки матки ежегодно. И этому, собственно говоря, и посвящена эта акция. Потому что вам нужно быть внимательным к своему здоровью. Безусловно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Поменьше пациентов. И не потому, что они будут приходить, а потому, что просто меньше будут болеть. Ну и, конечно же, грандиозная акция. Пускай присоединяется как можно больше людей. И пускай добрых сердец в нашей стране, не только в нашей стране, становится больше. Друзья, именно сегодня о том, как же пройдет ежегодный велопробег ради женского здоровья, нам рассказали наши гости в студии. Директор общественного центра поддержки онкопациентов во имя жизни Ирина Мжихар. И ведущий научный сотрудник лаборатории онкогинекологии хирургического отделения РНПЦ имени Александрова Ольга Матылевич. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня.